Анна Чиквитадзе. Один брейк-поинт отыгрывает. Но если в прошлом матче с Бушар. Молодец. И опять глубокий прием. В матче с Халеб она очень хорошо и под право забегала. Это что-то новенькое в ее арсенале. Немножко все сдвигало, сдвигало на карлу. Из этих 10 минут его 5 надо убрать на подбросы и так далее. Но фаворит, конечно, старается играть безошибочно. Ну, с другой стороны, на матч Шараповой фаворитом выходит, наверное, только сирена. Так, если откровенно говорить. Молодец. Попадает в линию. Ну, Мария Шарапова. Попала. Ну, вот здесь позволила Шараповой диктовать условия и сразу... Можно ведь и ошибиться. Ну, согласись, что играть через цельцу из корта сложно будет при таком раскладе. Шарапова любит так играть. Дело в том, что все ждут от нее именно ударов под заднюю линию и обязательно в угол. Иногда она просто мощно бьет по центру, а затем открывает корт. Ну, вот, наконец-то она с третьей попытки, наверное, в этот квадрат приняла. Тридцать ноль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Продействуют какие-то проблемы, неудачи, и как совершенно по-другому на другую. Воли. Ну, может, играть не так хорошо в матче, но бороться будет до конца. Это абсолютно точно. Не на Ролангароса, а на турнире, который проходил в феврале. Ну, вот, вошла в корт. Неприятные моменты навязывает сопернице. Вот сейчас она в тело подала, и розыгрыш получился. Попало? Даже проверять не буду. Не, вот, опять переводят, как здорово. Насильно. Может быть, все-таки попробовать немножко по скорости сбавить. Но играть в пустое место. Вот. Нужны ей такие. Ничего себе какая вторая. Полуэйс. Непонятно, чего ожидать. Здорово. Здорово. И делает брейк. Макарова. Катя. Ну что? Три. Ну, это... Это не означает, что она каждому сейчас будет... Маша сразу сдвинулась при выполнении приема. Зачий прием. Как розыгрыш начнешь. Так и получится. Двойной брейк-поинт. Удобный для Марии. Отличный удар получается у Шараповой. Ну, а в этом гейме мы дольше ждали, когда Маша будет подавать, чем люди для игры. Под ноль берет этот гейм и выигрывает. И сразу делает брейк. Так, Мария... Не... Ну, вот опять... Маша рассчитывала... Слезы бить не стала. Подождала, когда мяч опустится. Ну, потом... Ну, что ж... День. Шарапова. Другого от себя ожидала во втором полуфинале на Большом шлеме. На этот раз все удачно получилось. А вот кто проиграет, тот никогда не забудет. Это уж точно. Как будто сквозь сетку пролетел мяч. Отличный удар. Красиво. Смогла зас... Красиво. Смогла зас... Он уже там себе ладошки все оббил. Немножечко валерьяночки перед матчами ему нужно, да? Две капельки. Смогла зас... Не попадает. Не попадает. Проверяет. Один из тех, которые мы рассчитывали почаще видеть, да? Да, по ходу этого полуфин... Пять. Ох... Учителя спрашивают, есть ли что-то еще, о чем можно поговорить, кроме перерывов между подачами Маши? Ну, особенно нет, честно говоря. Да. Ну, я думаю... По тридцати. Просто... Здорово вложилась в подачу Маши. Пятьдесят шесть. И вот двойной матч-бол. Ну что... Да, борьбы не получилось. Вот и все. Мария Шарапова в финале. Australian Open. Ну, к сожалению, этот матч изначально был с таким окрасом, что одна из россиянок проиграет, а другая выйдет в финал. Сегодня проиграла Катя Макарова. Так что, Марию Шарапову мы поздравляем. Молодец, Маша. Все самые важные мячи она сегодня выиграла, играла стабильно. Хорошо подавала, несмотря на несколько двойных ошибок в целом. Спасибо pattern-бол. Хорошо.